Девочки, добрый день! Сегодня я очень рада вам представить нашего нового клиента, который живет в солнечной Калифорнии, прямо на берегу океана, в замечательном городе, который называется Санта-Мария, недалеко от Санта-Барбара. Это замечательное место, где всегда тепло, не бывает холодно, не бывает жарко. Это замечательное место в Калифорнии, где климат очень-очень мягкий и комфортный для проживания. Давайте познакомимся с нашим новым клиентом, Ричардом. Он бывший военный. Сейчас мы его увидим и поговорим с ним. Это не всегда холодно, не всегда холодно, просто прямо на берегу. То есть, скажите мне немного о том, что я знаю, что вы являетесь милитарием, как из-милитарием, да? Вы являетесь милитарием, как из-милитарием. Я имею в виду, что вы решили сделать карьеру, как из-милитарием. То есть, что вы ожидали? Что вы ожидали? Вы были просто молодые и вы думали, что милитарием. Почему вы решили сделать это? Я просто хотел бы оставаться. Я просто хотел оставаться, чтобы оставаться в другом. Я думал, что милитарием мог бы, вы знаете, помочь мне немного. Так что я пошел в милитарию и становился механиком. Я остался там за несколько лет. Я приехал в Калифорнию. Я остался в армии за несколько минут. Потом я вернулся в Германию. Девочки, я спросила его, потому что он бывший военный сейчас, да? Он сделал карьеру в армии. Я говорю, на тот момент, когда ты закончил высшую школу, да? Почему было такое решение пойти в армию? Он говорит, ну я просто учил жизнь. Я просто вот решил, как молодой юноша, я пошел в армию. Он был механиком в армии и служил в Германии. Потом, после того, как он и служил в Германии, он вернулся в Калифорнию назад. То есть, когда ты вернулся в Калифорнию, что случилось? Ты построил очень хорошую карьеру в милитарию, да? И тогда, если я вернулся, ты закончил в техническом институте для того, чтобы начать участие в техническом профессии? Да. Я учился в армии в армии в армии. Я учился в армии в армии. Я учился в армии в армии в армии где она же. На самом деле был захватчик. Я измечался badly по данным после того, того, как в Армии и Hook Zeichner veces. в Аризоне переставшегося. Мнеов조没gang zo ZombOS Benvaki. Вы меня заболелся в армии. А, девочки, я как бы спросила, что произошло после того, когда Ричард вернулся в Калифорнию. Он говорит, я закончил институт технический, который мне помог повысить свою карьеру в технической части. И сейчас он работает в крупной логистической компании. Он ответственный за техническую часть, за обслуживание, чтобы траки были все, которые на счету этой компании, чтобы они все работали правильно и без перебоев. Она живет в Калифорнии, так что вы живете в Калифорнии, так что вы живете в Калифорнии. Вы имеете в виду красивую квартиру, но есть только одна вещь, что происходит в вашем жизни, это ваша партнер. Can you please open up a little bit and describe what kind of life you're going to have as your future partner? What is your dream? What is your imagination? When you find her, how it's going to be? Well, it'd be like a normal life. I worked on the week, like the weekends. It'd be for entertainment. I mean, you've got all kinds of stuff you could do, we could do. I haven't done much, because, you know, I'm by myself, and, you know, there's places you could go, there's the beach, there's, you know, watch movies or whatever. I don't know. Дочь его, которая уже взрослая, ей 36 лет, она живет в Германии, то есть они поддерживают отношения, но как бы у нее уже своя жизнь, то есть он свободен от как бы предыдущей своей семьи, ищет партнера. Я говорю, ты можешь сейчас, когда ты найдешь эту женщину, которую ты ищешь, ты можешь описать ту жизнь, которая у вас будет? Он говорит, ну, говорит, на самом деле все очень просто. Он живет, он живет, опять же, да, в замечательном месте, говорит, у нас самое, ну, такое популярное развлечение, это замечательные пляжи, которые вокруг их множество, да, можно прямо там у него в городе или отъехать, их разные прогулки по пляжу, разные activities, которые связаны с пляжем. Он говорит, она может работать, если она хочет, говорит, она может не работать, я как бы обеспечу все, что нужно для того, чтобы мы могли просто наслаждаться жизнью. Он говорит, я люблю слушать музыку, я люблю смотреть фильмы, я люблю гулять, все, говорит, все, что она захочет, все, что она любит, говорит, мои, ну, развлечения, говорит, достаточно простые, но они будут направлены. Если женщина, которую встретит, она хочет как бы что-то, ну, например, какое-нибудь хобби будет у нее, да, или она захочет чем-то заняться, говорит, я ее всегда поддержу, все, что она хочет. Значит, то есть девочки это, ну, вот готовый мужчина, да, с замечательными условиями проживания, который готов принять вас полностью, даже там, ну, с вашим ребенком, да, если у вас есть детки, которые готовы обеспечить полностью комфортное проживание в замечательном месте, потому что Калифорния, ну, на самом деле, это богом поцелованное место с вообще просто потрясающим климатом, воздухом, океаном, это замечательно. So, Richard, do you have, like, maybe a message, so let's imagine that this right girl, your girl you're looking for, she's looking at you right now, do you have any message, do you want to tell her something? Yeah, I'm just, you know, I'm just looking for somebody, you know, to have a normal life, you know, I like to keep, I like to keep her happy, whatever she, you know, wants to do, likes to do, you know, I like to have a comfortable life with somebody, you know, the, you know, friendship, somebody I can love with, I might live with, and love. Ah, nice, thank you. То, что Richard сейчас ответил, я его спросила, я говорю, если девушка, которую ты ищешь, она вот, давай представь, что она прямо сейчас на тебя смотрит, он ответил коротко, на самом деле, очень емко и замечательно, он сказал, что, говорит, ну, все на самом деле очень просто, я бы хотел, чтобы мы были друзьями на многих уровнях, да, и говорит, все, что угодно, что делает ее счастливой, я готов сделать, да, ну, обратите внимание, да, здесь мужчина сразу, вот, правда, мы не репетировали, он сейчас не ответил на вопрос, к которому он, собственно, был не готов, да, первое, что здесь у мужчины есть, это все, что делает ее счастливой. Так что, девушки, пожалуйста, контактируйте с нами, если вы заинтересованы в Ричарде, он, правда, человек с золотым сердцем, очень простой в общении, замечательный, добрый. Пишите нам, чтобы познакомиться с Ричардом. Thank you for this interview again, thank you for your time. Thank you for this interview.